Президент Дональд Трамп обвинил режим Байдена в том, что он кривой и выяснил весьма прибыльную карьеру начинающего художника Хантера Байдена, заявив, что его вдохновило немедленно начать рисовать. Хотя я никогда раньше не рисовал, Хантер Байден вдохновил меня немедленно начать рисовать, потому что он всегда чувствовал, что у меня есть талант в этом. Я, несомненно, мог бы поучиться, по крайней мере за 2 миллиона долларов за холст. А возможно, и намного больше собрать денег, чем он. Я начинаю немедленно. Наша страна чертовски кривая сегодня. Сообщается, что 1 октября сын Джо Байдена продал не менее пяти произведений искусства анонимным покупателям по 75 тысяч долларов каждая. На своей выставке в Лос-Анджелесе некоторые картины стоят и намного дороже, от полумиллиона до миллиона долларов. Новоприобретенная дойная корова Хантера усугубила сомнения по поводу возможности коррупции в семье Байденов, поскольку проблема отмывания денег в мире искусства остается большой проблемой. Картины начали продаваться исключительно после того, как Байден вошел в Белый дом. Пресс-секретарь Белого дома Джан Псаки пришлось даже отвечать на вопрос о том, почему Белый дом держит в секрете имена покупателей, готовых покупать за огромные деньги шедевры законченного наркомана. Деньги не тратятся, как принято в таком случае, ни на какую благотворительность. Видимо, жить на полном гособеспечении недостаточно для жадных до беспредела Байденов. Мы до сих пор не знаем и не будем знать, кто покупает такие картины, и президент по-прежнему гордится своим сыном. Трамп также раскритиковал восстановление Министерства юстиции бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба на прошлой неделе. Бывший генеральный прокурор Джефф Сэшн уволил Маккейба в 2018 году за то, что он лгал следователям о разглашении несанкционированной информации Wall Street Journal об использовании Хиллари Клинтон частных серверов электронной почты. Увольнение произошло всего за день до выхода Маккейба на пенсию. Его адвокаты утверждали, что увольнение было политически мотивированным из-за его роли в расследовании сговора с Россией. Разве не ужасно, что все пособия, пенсии, зарплаты Эндрю Маккейба были только что полностью восстановлены Министерством юстиции? Это очередное издевательство над нашей страной. Среди прочего, жена Маккейба получила сотни тысяч долларов пожертвований на предвыборную кампанию от Хиллари Клинтон и демократов, в то время как сама Хиллари находилась под следствием, которое, конечно же, было прекращено.